Что мы знаем о родном крае? В честь столетия региона в областной библиотеке для детей и юношества устроили большой губернский диктант. Чтобы ивановцы проверили свои знания о малой родине, организаторы подготовили тематический тест. В нем 30 вопросов об истории, географии и природе текстильного края. Эти вопросы составляли наши краеведы Наталья Сергеевна Ильина и также сотрудники библиотеки. Это будет 100-бальная система оценивания. То есть каждый вопрос где-то от 3 до 5 баллов оценивается. И время написания диктанта где-то 45 минут. Проверить знания пришли взрослые и дети. Ответить правильно на все вопросы задача сложная. Нужны краеведческие познания не только об Иванове, но и районах области. Где обитает тот или иной зверь, какая река впадает в Волгу. Было задание сопоставить герб и название муниципального образования. На каком из озер Ивановской области есть плавающие острова? Крапивные, Красный остров, Святое или Понихра? Организаторы обещают проверить работы до 25 июня. Всем участникам выдадут памятные сертификаты. Если вопросы показались сложными, отчаиваться не стоит. Это лишний повод освежить в памяти краеведческие знания, почитать литературу об Ивановском крае. Я очень люблю наш город, занимаюсь активно блогерством, общественной деятельностью, поэтому мне интересно узнать новое про наш город и о своих знаниях. Тест, ну он не сильно сложный, учитывая то, что мы решали его в компании друзей. Так что он был намного легче, чем обычно. Обычно, да, я тоже хожу на диктанты. Вот, в принципе, тест, он интересный, но, как я сказала, не сильно сложный. Тест сложный. Мне понравился 30-й вопрос про реки и города. Остальные вопросы были сложные, потому что на некоторые я не знала ответа. К губернскому диктанту присоединились несколько районов. В Кине, Шметьей, Кавешуе и других муниципалитетах также отвечают на тестовые вопросы. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.